Курс, как вы из расписания видели, называется «История науки». Сегодня мы с вами поговорим о том, история чего, собственно. К сожалению, нет возможности отдельный курс по историографии и науке прочитать, хотя, поверьте мне, тем того заслуживает, особенно в свете дискуссий по этому поводу, которые идут последние 20-30 лет. Причем идут они по нарастающей, то есть тема эта очень болезненная. И, в общем, где-то с 80-х годов 20-го века и все более-более интенсивно тема того, собственно, историю учебы должны писать, что такое наука, где она начинается, где заканчивается, где в действительности проходят границы между научным и ненаучным знанием. Вот эти дискуссии уже лет 30-40 как не ослабевают. Значит, понятно, что совершенно невозможно обсуждать историю науки, не набросав хотя бы черновой вариант ответа на вопрос, а, собственно, наука-то что такое, историю чего мы пишем. Значит, соответственно, сегодня я постараюсь вам очертить ну, некоторый минимальный набор, очень схематично причем, минимальный набор сценариев, да, касательно способа написания истории науки. Ну, и касательно в этой связи рабочего ответа на вопрос «История чего?». А проще всего всегда, методически проще всего, всегда подходить к теме исторически. Значит, соответственно, если мы посмотрим на историю историографии науки, то выяснится, что история эта началась, ну, никак не раньше, а первой, третьей, девятнадцатого века. То есть впервые вопрос о том, а что такое наука, как некоторый целостный объект, с которым можно что-то делать, да, ну, там, которую можно обсуждать на предмет особенных специфических методологических черт, или которую нужно отличить от предшествующего и написать ее собственную историю, вот впервые, соответственно, об этом заговорили в тридцатые годы девятнадцатого века. Вообще терминология, которой мы привыкли пользоваться, и которая кажется, само собой разумеющейся, она достаточно молодая. Она как раз родом в основном из девятнадцатого столетия. Вот эти самые такие увесистые термины, типа «наука» и «ученый», да, в отличие от каких-то других форм интеллектуальной деятельности, да, каких-то других форм интеллектуалов, которые вроде как неученые. Вот слово «ученый» появилось примерно в тридцатые годы девятнадцатого столетия благодаря усилиям одного весомого полиглота, ныне изрядно забытого был такой Уильям Уэллер. И вот, собственно, Уильям Уэллер может рассматриваться как один из первых историков науки и совершенно точно как один из людей, ответственных за формирование вот этого рабочего представления о науке как об отдельном объекте. Уэллер в тридцатые годы девятнадцатого столетия написал весьма объемную книгу, она и сейчас очень впечатляет, такой трехтомник увесистый, «История индуктивных наук». Вот, собственно, у Уэллера же появляется впервые термин «ученый» для обозначения человека, который занимается индуктивными науками, в отличие от, например, философа. Эта тема важная, мы сейчас о ней тоже специально поговорим, потому что здесь масса исторической путаницы, и для истории науки это очень болезненная тема, где там кончается философия как целая и начинается философия в отличие от науки. Вопрос очень важный. Соответственно, ну, по крайней мере, терминологически этот вопрос, так сказать, восходит к, повторяю, к концу первой трети девятнадцатого столетия, к Уэллиму Уэллеру. Вот, соответственно, у нас тридцать седьмой год, такая первая условная дата рождения истории науки. В данном случае, повторяю, привязываемся к выходу фундаментального труда в своем роде первого истории индуктивных наук Уэллим Уэлера. Пардон, Уэлл. Я не дружу с его фамилией. Ну, и она странно пишется достаточно. А параллельно с Уэллом очень похожую работу проводил Агюст Конт. Они примерно ровесники. Уэлл 1994 года рождения, 1700, Конт 1998, 1700. То есть примерно в одно время с похожими интересами, правда, это совершенно по-разному в социальную жизнь встроенные люди. Если Уэллер английский священник высокого ранга, ректор Тринити колледжа, ученый полиглот, историк астрономии, философ и так далее, то Агюст Конт, я не буду рассказывать, чтобы не портить впечатление от великого человека, но очень советую внимательно биографию посмотреть. Того, кому мы обязаны термином «позитивная философия», «позитивизм» и так далее. В общем, так или иначе, Конт никогда в интеллектуальный эстеблишмент не входил. Такая фигура очень странная. Но, тем не менее, с точки зрения последующего развития событий, очень важная и очень влиятельная. Конта, я думаю, в отличие от Уэлла, вы знаете. Соответственно, Конт в те же самые 30-е годы, Конт в это же время публикует «Курс позитивной философии», это начинается с 1830 года, ну и заканчивается, соответственно, в 42-м году. То есть это реально курс лекций, последовательно выходили тексты контовские, в которых совершенно под другим соусом, ну, в общем, приблизительно о том же. Я, правда, сейчас совершенно не контовский язык использую совершенно намеренно, но есть вот такой особый, исторически сложившийся тип интеллектуальной культуры. Для Конта этот тип еще и был наиболее прогрессивным. То есть Конт, как типичный представитель своего времени, рассматривал историю как процесс прогрессивного развития. Значит, в этом смысле это лучшая из возможных форм интеллектуальной культуры. У нее есть некоторые общие черты. Она отличается от других форм интеллектуальной культуры, от предшествующих и менее прогрессивных, от религии, например. И, соответственно, в этом качестве должна рассматриваться как некоторый целостный объект со своими особенными чертами, отличный от других форм знания. Надо сказать, что и Уэвелл, и Конт при огромных различиях между ними по сути дела разделяли одну и ту же общую интуицию. Для них принципиально было отделить современную прогрессивную форму знания, связанную с индуктивными исследованиями, то есть с опытной экспериментальной наукой, по большому счету, с физикой прежде всего, от различных старых предрассудочных, в том числе философских форм. То есть от различного умозрительного знания, ненадежного и так далее. Но об этом у нас с вами фактически весь семестр будет разговор. А ни того, ни другого, по сути дела, историографическая задача не волновала. Уэвелл в своей работе «История индуктивных наук» по сути писал историю знания. Если вы не поленитесь, откройте эти книжки, они, в принципе, в интернете находимы, как раз тех самых годов издания, вы увидите, что по большому счету это история знания с незапамятных времен до наших дней в контексте истории задач индуктивных наук. В этом смысле наука объективно во многом формируется вокруг предмета. То есть в ситуации, когда мы не очень понимаем, как эта штука устроена внутри, мы ее отличаем по тем задачам, которыми она предпочитает заниматься. Значит, соответственно, по состоянию на конец первой трети XIX века у нас есть некоторая наблюдаемая картина жизни в области астрономии, физики, химии, биологии и прочее. И мы считаем, что вот те предметы, те области интереса, те задачи, с которыми сейчас работают соответствующие ученые, это и есть предмет соответствующих наук, и в этом смысле история этих наук начинается с обращения внимания на этот предмет. Учитывая, что в этом смысле физика является наукой о движении, то вот где, соответственно, есть размышления о движении, там есть и зачатки физики. Понятно, что при такой постановке вопроса у вас история науки на протяжении большей части совпадет с историей философии. И в этом смысле, если вы открываете Вевелла, вы видите, что, собственно, там история индуктивных наук начинается где-то там в глубокой античности и вначале обсуждает вещи, привычные вам в связи с историей философской мысли. Соответственно, отсюда можно сделать вывод о том, что по состоянию на первую половину 19-го столетия на самом деле, по большому счету, наука как выделенный объект еще непонятно, не сложилась, не оформлена, не теоретизирована. Хотя интуиция современникам уже подсказывает, что нужно отличать. Интуиция эта опирается, в том числе, на университетские споры, потому что с рубежа 18-19-го столетий в университетах идет борьба за территорию между носителями нового, по сути дела, исторически нового знания, собственно, эксперименталистами, и классическими старыми обитателями университета со времен Средневековья и гуманитарий. Значит, соответственно, по линии философии как раз очень такая мощная борьба шла в первую половину 19-го столетия, которую философия проиграла практически полностью исторически. В результате мы сидим с вами на чердаке, а большую часть университета занимают научные факультеты. Сейчас не говорим о том, хорошо это или плохо, просто я к тому, что до 19-го века это было совсем не так. Ситуация поменялась именно тогда, когда жили и писали люди, о которых мы с вами сейчас говорим. Тем не менее, интуиция интуицией, борьба за территорию, борьбой за территорию, а тем не менее, по большому счету, предмет не конспитализован, не выделен. И на самом деле основания для этого самого выделения науки как особой формы знания объективно еще не сложились. Борьба факультетов в этом смысле немножко недостаточно. Следующий виток такого специфического историографического интереса к научному знанию относится к последней четверти 19-го столетия и связан по большому счету с Дарвиновской революцией в науке. Вы помните одно из ключевых событий, может быть не помните, но вы точно о нем знаете. Одно из ключевых событий истории науки и на самом деле даже шире во многом социальной истории 19-го столетия это публикация ключевой работы Чарльза Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 1859 год. Очень советую эту дату иметь в виду. Не ради книжки, а ради того, что на самом деле по этой книжке проходит очень много водоразделов различных. То есть если вы этот ориентир имеете в виду в голове, вам многие исторические процессы в новейшей истории становятся понятны. Чарльз Дарвин о происхождении видов путем естественного отбора 1859 год. А книга эта в данном случае интересна нам тем, что она вызвала грандиозный социальный резонанс. То есть это тот случай, когда исходно сугубо научная публикация оказалась предметом обсуждения далеко за пределами профессионального научного сообщества. Почему я говорю, что это событие еще и социальной истории, не только истории науки. Ну, соответственно, в основном вот эта вот рецепция дарвинизма была связана с проблемой происхождения человека, естественно. Там масса всяких интересных исторических коллизий, ну, начиная с того, что Дарвин в этой книге ничего не писал о происхождении человека, но обсуждалось исключительно происхождение человека в связи с ней. И там, заканчивая массой различных эпизодов, о которых мы с вами поговорим в самом конце семестра, если успеем добраться до Дарвина и дарвинизма, это наш предполагаемый финиш как раз, да. По большому счету здесь можно говорить о возникновении науки условно-современного типа. Вот. Так вот, поскольку эта книга имела очень мощные социальные резонансы, обсуждалась в том числе в морально-этическом контексте, ну, насколько вообще для нас приемлемо представление о том, что человек возник в силу сугубо материальных причин, последовательно развиваясь от, предположительно, вообще неживого через, в конечном счете, обезьяну к разумному существу, да. На тот момент в этом виделась, ну, очевидная альтернатива, например, к реационизму и идее божественного творения человека, да. То есть как-то вот в обезьяне образ и подобие не очень угадывались. И для современников здесь виделся принципиальный вызов со стороны ученых-естествоиспытателей, ну, и Дарвина в частности, да, по отношению к очень мощной, очень влиятельной, очень старой и очень дорогой социальной системе традиции. Поэтому рецепция дарвинизма шла очень долго и очень болезненно. Причем за пределами науки дольше и болезненнее, чем внутри самой науки. Там достаточно быстро разобрались, как пользоваться работой Дарвина, там дали некоторые комментарии, вариации и прочее. То есть там пошел нормальный, рабочий такой процесс приятия и рецепции идей, да, новых. А вот за пределами науки, собственно, вот эта вот самая тема, что добрались и до человека тоже, да, и вообще чуть-чуть, и вообще тайн в мире не останется, да, и эти естествоиспытатели в конец обнаглели. Норовят объяснять то, что вообще трогать нельзя, да, грязными руками. Так вот, почему это важно сейчас для нас? Потому что одним из очень важных, интересных эффектов, да, этой самой рецепции дарвинизма явилась попытка ответить на, так сказать, вопрос о праве науки на претензии исторически. В 70-е годы 19 века появляется ряд работ, ни одна, ни две, ни одного автора, а в центре внимания которых находится одна очень простая и сугубо идеологическая идея, да, а именно, что вот эта вот самая церковь и связанные с ней социальные предрассудки всегда мешали развитию позитивного знания. То есть, грубо говоря, вот эти вот работы по истории науки, фундаментальные работы, кстати, да, то есть это не какие-то там локальные кейсы обсуждались, это опять, как и у Вэвелла, была попытка написать большую историю науки. И вот эти большие истории науки сразу писались из позиции, да, как наука побеждает предрассудки. Ну, а понятно, что главный предрассудок, учитывая социальный контекст, да, это там церковь и ее представление о происхождении человека, сотворении мира и прочее, да. То есть, получается, что одной из старейших исторических задач истории науки, да, встроенных в историографию науки задач, является задача апологетическая. Защитить науку от разного рода посягательств и притязаний других культурных институтов. Ну, конкретно церкви, но, в общем, в конечном счете дело не только в ней. Отсюда, в общем, сохраняющийся до сих пор в системе представлений о научном знании предрассудок, что действительно там церковь – это противник научного знания. Это просто не так, но, повторяю, учитывая, в какой ситуации вопрос был поставлен, не надо удивляться, что поставлен он был именно так. А учитывая вложенные усилия, не надо удивляться, что это представление закрепилось. Вообще, имейте в виду, вам это пригодится применительно, собственно, ко всему корпусу знаний, который вы будете осваивать. Вещи, которые внедряются изначально, потом очень плохо изживаются. То есть даже если это заблуждение, оно будет воспроизводиться. Все будут проговаривать, что это ошибка, да, это там вначале не додумали, это надо пересмотреть, но оно будет кочевать, 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 кочевать. То, что находится у оснований, практически невозможно удалить. И в этом смысле история науки – это во многом апологетическая дисциплина. Поскольку одной из ее изначальных задач является вот эта самая защита данного типа интеллектуальной культуры от разного рода внешних, построенных на аргументах иного типа, посягательств. Соответственно, вот с конца XIX века, я сказал, последняя четверть XIX столетия, книги, о которых я говорю, это 70-е годы XIX века. И далее, потихонечку дальше больше, вот этот вот сюжет, связанный с интересом к возникновению, разным этапам истории научного знания, к тому, а, собственно, чем это самое научное знание исторически отличается от других форм знания и прочее. Вот с этого времени этот сюжет начинает уже последовательно развиваться. Если вы посмотрите какие-то работы по историографии науки, во многих из них не будет упоминания того же Вевела. Почему? Потому что особняковая фигура, он там один такой в первой половине XIX века. Традиции он не сформировал. На то, что будет 50 лет спустя, влияние, в общем, не оказал. Поэтому он, как сказать, интересен для историка, но с точки зрения влияния на историографию науки в целом, в общем, минимальное влияние. А вот то, что у нас происходит с конца XIX столетия, это уже, по сути, такая непрерывная линия изучения науки. Здесь я просто назову вам какие-то ключевые фигуры. Если брать континентальную традицию, то это, конечно, Пьер Дюген, один из крупнейших представителей позитивистской традиции, важнейших историков науки. Вообще, надо сказать, что вот эта вот ранняя история науки рубежа XIX-XX веков тоже, по большому счету, во многом поддерживает вот эту вот самую задачу апологетики научного знания. Только если началось все со столкновения науки как института с религией как институтом, то, соответственно, к началу XX века началось распутывание различных сложных сюжетов переплетения науки с другими социальными институтами и другими формами знания. А чем дальше мы углубляемся в историю знания, это тоже нас все совсем скоро ждет в течение семестра, тем больше вы увидите, как тесно оно исторически связано с магией, да, с различными верованиями, с ремесленной техникой и прочее. Значит, соответственно, вот нужно было разобраться, собственно, как эти связи устроены, в какой мере дорогое нам здание науки от них зависит, в какой мере оно отделяемо от них и прочее. Значит, соответственно, вот Дюгем, да, Эрнст Мах, то есть вот целое поколение философов, я думаю, вам известных, вам они известны, наверное, как философы в первую очередь, ну, в общем, не меньше следа они оставили как историки, там, Мах достаточно крупный физик, очень крупный историк физики, ну и действительно важный и влиятельный философ, философ вообще, философ науки в частности, да, там про Дюгема можно все то же самое сказать. А, соответственно, вот эта вот так называемая вторая волна позитивизма, да, вот позитивистского движения, условно с контом связанного, вот она во многом, да, закладывала основания историографии научного знания. Сейчас мы, так сказать, от истории вопроса к содержательным вещам обратимся, вы увидите, собственно, какой-то долой эффект с точки зрения готовых представлений о научном знании, ну, с которыми мы имеем дело до сих пор в том числе. А, соответственно, теперь третья, да, волна интереса к истории науки и, как сказать, третья точка, претендующая на точку рождения истории науки, уже совсем поздняя. Если вы посмотрите современные работы англоязычных авторов, большинство из них будет отсчитывать историю науки не с ранних книг по истории науки, а с университетских курсов. А первые университетские курсы по истории науки – это сороковые годы XX века. По большому счету, после Второй мировой войны история науки вживается в университетскую систему и становится частью регулярно преподаваемого материала. Значит, вот у нас с вами получается, да, тридцатые годы первые размышления о индуктивных науках, особенности роли ученого, в отличие от философа и так далее. То есть первые такие систематические, сознательные попытки выделить науку как отдельный предмет. Попытки частные, персональные, целого течения не создавшие, в этом смысле фрагментарные и долгосрочного эффекта не возымевшие. Вторая волна связана с дарвинизмом, и ее следом в науке остается вот этот предрассудок, так сказать, прогрессивности науки и постоянной борьбы с различными регрессивными предшественниками. И третья волна – это, соответственно, середина XX века, институциализация истории науки в системе высшего образования, университетов. Здесь тоже есть специфический след, который останется в последующей традиции. А послевоенная наука, которая является естественным образцом для историков науки, то есть представьте себе, что вы историк науки, вы там с нуля пытаетесь создать курс по истории науки. Что для вас будет рабочим ответом на вопрос, что такое наука? Ну, то, что происходит в науке рядом с вами. Наверное, это такой самый естественный, простой и разумный ход. Тем более, что если во времена Уэллера даже слова нет, ученый, ему пришлось его придумать, то, соответственно, во времена середины XX столетия ученых – вот вагон и маленькая тележка, куча факультетов, можно пойти посмотреть на них. Так вот, а актуальная наука в середине XX столетия – это, прежде всего, физика, сумасшедшие темпы развития, колоссальные результаты, в том числе военно-инженерные, атомная бомба, например. То есть по состоянию на середину XX века физика – это локомотив естествознания. И физика оказывается естественным образцом науки как таковой для современников, которые пишут историю науки. Вот сейчас потихонечку начинается процесс оспаривания, вот этой, собственно, ведущей роли физики в истории новоевропейской науки. Но, по большому счету, пока, там тоже мы об этом с вами поговорим, пока вот, так сказать, этот пункт в представлении об устройстве научного знания остается незыблемым. Но есть некоторые основания полагать, что он историчен в этом смысле, грубо говоря, если бы, например, историография науки начинала формироваться в 60-е и 70-е годы XX века, очень может быть, что локомотивом науки оказалась бы биология. Потому что как раз в это время пошел перехват исторической эстафеты, и, соответственно, количество значимых результатов и активность финансирования физики начало сокращаться, а биологии – расти. И если смотреть, например, из современности на науку, то, наверное, ну, в общем, очевидно, модельным образцом научного знания окажется вот область биотеха, технологизированная биология. Значит, соответственно, вот вам, собственно, три потенциальные точки рождения истории науки со своими особенными предрассудками и со своими особенными обстоятельствами. Все они имеют некоторое значение. Теперь давайте посмотрим на предмет вне, так сказать, радикальной историзации. Что такое наука? Какие у вас ассоциации вызывает это слово? Если на вас нападут инопланетяне, вы что в целях защиты собственной жизни ответите? Быстро. Прогресс. Универсальность, знания. Институт поиска знаний. Институт. Все, да? Рабочие варианты исчерпались пока. Исследования. То, чем занимаются ученые, можно ответить. Ну, это то же самое, да, институт. То, чем занимаются ученые. Хорошо. Значит, принимается. Принимается, как некоторая, ну, собственно, рабочая совокупность ответов, которые в сумме примерно очерчивают искомую область. Значит, давайте посмотрим. Самый грубый вариант анализа, да, что требует от нас учести? Ну, во-первых, самое простое, то, что сразу бросается в глаза. И то, что, собственно говоря, исторически лежит в основе первых попыток определить, что такое наука. Наука — это определенно какая-то форма знания специфическая, да? Значит, соответственно, вот у нас, да, наука как знание. Сейчас поговорим об этом, там, не знаю, оставьте место или, ну, как вам удобнее писать, сами решайте. Но этим не исчерпывается. Сейчас поговорим о том, какое. Дальше. А наука, по крайней мере, в ее привычной нам современной форме, и уже достаточно давно она такая, да, это совершенно определенно некоторая институциональная деятельность. Ну, то есть наука встроена в жизнь общества. Это не какая-то деятельность одиночек, которая на свой страх и риск, да, как поэты. Вот поэты не встроены в систему жизни общества. Каждый сам за себя. Они могут собраться вместе, могут не собираться, но нету какой-то вот такой значимой социальной структуры, с системой правил, да, готовых и так далее. Вот ученые, в отличие от поэтов, в жизнь общество встроены. Они выполняют кучу всяких институционализованных функций. Есть выстроенные системы взаимодействия науки, да, с государством, с системами финансирования и так далее. Наука очень тесно переплетена с системой образования, да, практически до того, что их невозможно растащить и прочее. Вот, значит, в этом смысле наука – это, ну, собственно, это институт, это сообщество. Ну, по сути, это одно и то же, просто с разных сторон мы смотрим, да. Сообщество, институт. То есть пока, так сказать, зафиксируем с вами, что науку невозможно отделить от некоторых форм социального поведения, да. Быть ученым – это не просто что-то держать в голове. Быть ученым – это, там, следовать, ну, например, определенной морали, в том числе и прочее. Плюс к тому же наука с 19 века и по нарастающей принципиально коллективно. В одиночку сделать практически ничего нельзя. И здесь, если вы внимательны, вы должны заметить, что наша с вами наука – это наука средневековая. То есть это не наука, строго говоря. Потому что философией можно заниматься в одиночку. А вот физикой нельзя. Ну и, наконец, третий предметный срез, позже всего замеченный, но от этого, в общем, не менее важный. Третий предметный срез – это вообще-то науке свойственно определенная материальность. Это некий вполне материальный процесс. Если вы изымите из науки лабораторную инфраструктуру приборы, реактивы, экспериментальные материалы, практики с ними связанные и так далее, у вас не очень понятно, что останется. То есть в этом смысле наука – это актуально разворачивающееся, вполне себе наблюдаемое материальное событие. Это некоторая деятельность, давайте пока напишем. Этот момент еще очень важен, потому что, когда мы берем науку как знание, мгновенно возникает образ библиотеки. Когда мы говорим «знание», мы интуитивно предполагаем, что речь идет о готовой форме знания. То есть о том, что лежит, можно взять в руки. Книжка – идеальный образ знания готового. Собственно, дело в том, что значительная часть науки совершенно определенно в такой форме просто не существует. Она существует в виде процессов, практик, материальных событий и так далее. И в книжке вмещается лишь малая ее часть, и причем та часть, которая более или менее сложилась. Актуальный горизонт никогда в книжке не вмещается. Значит, вот это вот трехглавое чудовище – знание, институт, материальная практика, деятельность – в черне позволяет нам ответить на вопрос, почему существует несколько принципиально разных подходов к ответу на вопрос «Историю чего мы пишем». Если мы пишем «Историю знания», а, собственно, наиболее старый, так сказать, вариант решения проблемы того, чем является наука, ну и в этом смысле, что является предметом истории науки, он именно такой. пишем «Историю знания». Значит, какого знания? Ну, понятно, что не любого. Наука какое знание? Рациональное знание. Ну, то есть, мистическое знание точно не годится, даже не требуется специальных доказательств. В черне сразу можно набросать, что научное знание отличается, пока непонятно от чего, правда, но, тем не менее, отличается тем, что оно общепризнанное, доказательное, вещь, которую вы не назвали, хотя явно подразумеваете, опирающаяся на опыт и так далее. То есть, у него есть куча признаков, но среди этих признаков есть два очень простых, сразу бросающихся в глаза, совершенно неустранимых. Это знание, которое должно быть разделяемым. То есть, грубо говоря, вы никогда не примете в качестве научной истины такое знание, которое принципиально не может быть доступно остальным людям. Для мистического знания это нормально. Если с вами говорил Бог, совершенно не факт, что вы сможете это передать кому-то еще. Менее ценным это знание не становится от того, что вы его не можете транслировать, но, извините, как бы вот так. Оно замкнуто на конкретного получателя. Научное знание принципиально может быть распределено. Это очень важный момент. И второе, связанное с первым, оно должно быть рациональным. Доказательное знание, которое, собственно, следует некоторым минимальным логическим требованиям. Хотя бы. То есть, оно не может быть противоречивым, например, и так далее. Так вот, если история науки это история рационального знания, разделяемого людьми, тогда историю науки определенно нужно писать с момента, когда появляется рациональное знание, разделяемое людьми. И в этом смысле у вас история науки совпадет с историей философии. То есть, вплоть до достаточно позднего времени это будет одна и та же история. Потому что история философии это история рациональной мысли, разделяемой людьми. Правда, история философии допускает еще вкрапление разного рода пограничных форм мысли, строго не отвечающих требованиям рациональности, разделяемости и так далее. Но общая интенция там, в общем, та же самая. Мистическое знание мы философским, как правило, не признаем. С большими оговорками и с наложенной интерпретацией. В готовом, в чистом виде нет. Вы скажете, слишком широкое определение. Ну, то есть, интуиция подсказывает, что определенно не любое рациональное разделяемое знание мы наукой назовем. Да, слишком широкое определение, конечно. Давайте попробуем уточнить. Как уточнить? Ну, например, тематически. Наука, которую мы сейчас знаем, совершенно определенно является знанием о мире. То есть, можем попробовать уточнить по предмету. Это репрезентативное знание. Оно отражает устройство действительности. Я вам сейчас воспроизвел стандартный предрассудок. В какой мере это так, это очень сложный вопрос, но что мы хотим, чтобы это было так, я думаю, никто оспаривать не будет. В данном случае исходим из нормативного принципа. Мы хотим, чтобы научное знание было объективным знанием о реальной действительности. Опять совпадает с историей философии по предмету. Не полностью, но включается в нее. Тогда получается, что история науки это история некоторых специфических сюжетов внутри истории философии. Она поуже, чем история философского знания, то есть всего рационального знания. Но опять же, длительное время содержится внутри него. При этом тематически наука действительно достаточно строго определена. И поэтому, если мы с вами попытаемся начать обсуждение ее истории с момента, когда мы сталкиваемся со зрелой формой науки современного типа, нам значительная часть проблем будет непонятной. Потому что эти проблемы действительно гораздо старше, чем та конкретно историческая форма знания, которую мы обычно называем наукой. То есть, если идти от тематики, от задач, от некоторых общих требований к конкретной форме знания, то получается, что историю науки нам нужно писать оттуда же, откуда мы пишем историю философии. Ну и историю рациональности вообще. Ну и во многом это оправдано, и поэтому мы с вами, соответственно, в следующий раз уже как раз поговорим о том, что можно назвать элементами науки в античности. Другое дело, что мы постараемся компактно обсудить вот эти ранние исторические периоды развития знания, для того, чтобы побольше времени и сил осталось на то, что мы действительно привыкли называть наукой, то есть то, что больше соответствует научному знанию современного типа. Значит, как только мы подключим с вами второй критерий, то есть как только мы не удовольствуемся определением науки как некоторой формы знания, но скажем, что это еще и некоторая институциональная форма, то есть у нее есть какие-то социальные признаки. Ну, например, это коллективная деятельность, а это деятельность, связанная с актуальными проблемами общества и имеющая инженерный выход. То есть не собственная инженерная, но поддерживающая в том числе функцию обеспечения инженерных задач. То есть она может быть полезной обществу в вполне определенном смысле помогать в создании инженерных систем и решений. Ну и опять же, если это институт, то ему присущи с необходимостью два признака в некоторой конкретной исторической форме. Один признак – это некоторая специфическая система коммуникации. Сообщество всегда определяется в том числе через форму обмена информацией, то есть через определенную коммуникативную систему. Значит, в этом смысле наука является определенной коммуникативной системой. Это очень легко показать. То есть ученые используют специальный язык, специальные каналы коммуникации, книги, журналы, конференции и так далее. Специальные места в этой связи. Значит, соответственно, есть некоторая специфика коммуникативных обменов, свойственная этой самой науке. И второй признак, может быть, даже еще более яркий, хотя сложнее наблюдаемый. Если это институт, если это сообщество, ему свойственна определенная мораль. То есть есть некоторые правила организации поведения. Причем коллективные. То есть быть ученым означает следовать определенной системе добродетелей. Специфичных для данного института. То есть именно для роли ученого. Значит, соответственно, если мы с вами посмотрим на институциональное измерение, то здесь достаточно быстро выяснится, что ни античность, ни средневековье категорически под институциональное представление о науке не подойдут. Ну, в черне, да, мы с вами этот вопрос еще обсудим подробнее потихонечку, да, но в черне то, что сразу бросается в глаза, смотрите. Значит, ну, во-первых, античная форма существования знания, вообще-то говоря, институциональной не является. Да, то есть философы, вопреки пожеланиям Платона, в той культуре не были встроены в социальную жизнь в качестве некоторого организованного сообщества с набором полномочий, правил деятельности, принципов взаимодействия с другими институтами и прочее. То есть в этом смысле роль философа и роль ученого это совершенно разные социальные роли. Роль философа ранее тяготеет к мудрецу во многом. Роль философа предполагает очень высокий уровень индивидуализма и не привязана к профессиональному сообществу. То есть философия, на ранних этапах своего существования вообще-то не является принципиально коллективной деятельностью. Не в том смысле, что она ее отрицает, а в том смысле, что это не является обязательным условием. средневековое сообщество людей и знаний, оно как раз институциализованное, но оно институциализовано очень специфическим образом. мы тоже об этом с вами будем подробно разговаривать, это весьма важная тема. Оно институциализовано внутри церкви. То есть для средневековой культуры люди-знания – это священники. Но я не думаю, что вам нужно объяснять, чем отличается роль ученого от роли священника. Можно специально перенести этот разговор на семинар. Мне кажется, что то, что различия весьма существенны, достаточно очевидно. Это совершенно разные социальные роли. А что представляет собой эта самая новая институциональная роль? То есть какой он, этот самый ученый, то есть принципиально другой по отношению к предшествующим эпохам, вариант профессионального интеллектуала? Давайте несколько вещей отметим, чтобы картинка была чуть более рельефной. Во-первых, это человек, приверженный идеалу коллективной объективности. То есть его добродетелью является следование за природой, ее объективное отображение и ни в коем случае не допущение никаких субъективных искажений, интервенций и так далее. То есть он ответственен за репрезентативность того знания, которое он создает. Оно не может быть субъективным, не может быть личным. Оно принципиально коллективное, принципиально общественное. Почему так получилось, мы тоже с вами поговорим подробно. В этом смысле этому человеку присуща некоторая специфическая форма смирения. Он должен дать место природе высказаться и внимательно записать ее показания. Настолько аккуратно, тщательно и общепонятно, насколько это вообще может быть сделано. То есть главным его предметом, главным его объектом, который он старается вывести на сцену, передать все, является природа, понятая как предмет экспериментального исследования. То есть природа понятая как воспринятая природа, неумозрительная, неизвестная в мистическом опыте, а воспринятая общедоступным способом, надежным, четким и строгим. И ни в коем случае не искаженная работой свидетеля. Ученый – это свидетель. Со всеми добродетелями и потенциальными недостатками свидетеля. С недостатками надо бороться, добродетели надо сохранять, поддерживать и чтить. Опять же, практически с самого начала наука понимается вот этими самыми ранними учеными, как деятельность в принципе коллективная. То есть большие усилия вкладываются в выработку механизмов обмена информацией. Они должны понимать друг друга. Они делают общее дело, у них общий объект, общая задача, общие требования, общие добродетели. Сообщество в строгом смысле слова сформируется весьма поздно. Но вот эта интуиция того, что мы составляем некоторую общность людей, занятых вот этим самым судебным процессом над природой, если угодно, свидетельством природы. Вот эта вот идея достаточно ранняя. И в этом смысле мы можем с вами нечетко, но достаточно уверенно провести хронологическую границу рождения науки. Проходит она где-то по рубежу 16-17 столетия. То есть в этом смысле история науки по большому счету начинается в 17 веке. Теперь третий аспект. Наука как некоторая материально-практическая деятельность. То есть наука взятая с материально-процессуальной стороны. Вот здесь сразу становится все очень интересно. Вам мои коллеги еще неоднократно расскажут в ближайшие годы по разным поводам и в разных контекстах, что вот это вот обнаружение того, что оказывается в системе знания что-то происходит. То есть знания живут не в библиотеке и даже не в головах. Они живут в процедурах, практиках, в вещах, связанных с этими процедурами. Вот это относительно недавнее и абсолютно шокирующее открытие. То есть вот эта вот вещь, которая, если ее некоторое время объяснять, она становится понятной и тривиальной. Кажется, ну действительно, как еще. Зайдите на кухню у себя дома, вы обнаружите науку. Кофемолка, планшет, телефон мобильный. То есть вас окружают вещи, которые в полной мере воплощают не какой-то элемент, науку как таковую. Планшет — это тысячи открытий разных эпох и так далее. То есть это штука, которая результирует по отношению к огромному корпусу знаний и практик. И что важно, она материальная. Это не библиотечный элемент, это работающая вещь, которая показывает, как именно работают все так называемые, ну не все, да, данный комплекс, так называемых научных законов. Так вот, собственно, вот это вот наблюдение, которое в некотором смысле тривиально, оно очень недавнее и оно очень сильно сразу меняет представление о предмете. Первое, на что обращаю ваше внимание, поверьте мне на слово, я не вру. До конца средневековья бесполезность — это достоинство для интеллектуальной культуры. То есть если вы сейчас скажете, что это знание бесполезно, это, очевидно, осуждающая реплика. Если вы это скажете средневековому магистру, он скажет, спасибо, я рад, спасибо, что похвалили меня. Настоящее знание должно быть абсолютно умозрительным. С точки зрения, с античностью посложнее поговорим, но в целом да. И с точки зрения средневековья тоже. И на самом деле это кажется абсурдным, но при минимальном внимании к эпохе становится абсолютно понятным. У вас там знание — это инструмент для чего? Для решения духовных задач. Оно в конечном счете имеет предметом Бога и спасения души. Бог — это определенно неполезный объект. Он на кухне не живет, к нему ручку не приделаешь. Сама мысль ужасна. И в этом смысле хорошее знание ведет совершенно в иную сторону, нежели кофемолки. И пока вы связаны кофемолками, вы определенно не добрались куда надо. Поэтому хорошее знание — это бесполезное знание. Бесполезность — это достоинство. XVII век достаточно быстро и отчетливо разворачивается в сторону совершенно иного видения этого вопроса. XVII век понимает знание как социальный инструмент. В этом смысле оно должно быть полезно и полезно по умолчанию. Знаменитая формула knowledge is the power. Знание и сила обычно по-русски переводят. На самом деле берите все значения слова power, они там все уместны. И значение власть — оно, в общем, одно из ведущих. Если бы я переводил, я бы так перевел. Ну, закрепилась уже сила. Значит, следуем стандартному переводу. Вот этот вот короткий простой афоризм, который по большому счету резюмирует новую интуицию относительно знания. Знание — это отвертка, долото. Это штука, с помощью которой можно много чего сделать. Управлять, менять, вмешиваться. И в этом смысле, собственно, до 17 столетия, там с некоторыми оговорками, но в целом так, мы не находим такой формы знания, у которой есть вот это вот самое материально-техническое измерение. Вот это специфичная черта науки нового времени. Экспериментализм взятый в том числе как некоторая потенциально развивающаяся инженерная деятельность. Как отвертка не только для решения, собственно, абстрактно-познавательных задач, но и как отвертка, которая в перспективе может произвести кучу отверток для решения задач социальных. Пожалуй, это самое радикальное изменение, которое происходит в истории знания, вот, собственно, между средневековьем и новым временем. Там основные причины все заключены в короткой эпохе Ренессанса, мы тоже о них с вами подробно поговорим. Но вот это действительно подлинный эпистемологический переворот, то есть это революция и действительно то, что мы имеем за 200 лет до, и то, что мы имеем с 17 века и далее по нарастающей. Это абсолютно разный взгляд на природу знания. Бесполезное знание сменилось полезным, а у полезного знания тут же появился вот этот вот третий предметный срез. Срез материальных практик, сферы приложения и так далее. Это вот сращение знания и техники – это специфическая черта того, что мы называем наукой. Значит, в итоге в черне можем, так сказать, ну, следующим образом, да, попытаться наш с вами объект определить. А в строгом смысле слова «наука» и ее история совпадают с новым временем. Тут тоже, кстати, масса разного рода интересной путаницы, и вот, собственно, и с 17 века-то она не одинаковая, это самая наука. Но, тем не менее, вот с 17 века мы имеем тот взгляд на природу и сущность, так сказать, знания и задач ученого, который в целом соответствует тому, как это видим мы сейчас, невзирая на все многочисленные изменения и преломления. Соответственно, точка отсчета – это, повторяю, где-то там начало 17 века, мы локальные точки отсчета обсудим, когда до них доберемся. Значит, что в это время случилось? В это время соединяется несколько вещей, многие из которых до туго рассматривались как принципиально несоединимые. Ну, во-первых, соединяется рациональное знание и опыт. Опытное знание рассматривалось на протяжении предшествующей истории как знание принципиально иного уровня с совершенно иными возможностями. Хорошее знание не может основываться на опыте. Это предмет нашей с вами следующей встречи, я там подробно расскажу, почему и что именно античность думала об опыте. Значит, дальше. В эту связку добавляется третий элемент, который, собственно, и позволяет поменять статус опыта в новое время. Опыт может и должен быть вооружен. Рациональность, опыт, техника. Техника избавляет опыт от присущих ему естественных недостатков. Технически вооруженный опыт служит фундаментом познания. Вещь абсолютно дикая для предшествующих эпох. Вот совершенно дикая, непонятная, очень странная. Следующий очень важный момент. Знание принципиально социализуется. То есть, знание рассматривается как, в принципе, общественное достояние. Ну, а это открывает путь к тому, что через 200 лет, так сказать, констеллируется в форму ценности. Знание, которое общественное достояние, может стать знанием, которое является социальной ценностью. В эпоху просвещения оно таковым и станет. Ну, на практике это означает, что знание потенциально доступно любому. Мы боремся за удешевление входа в систему знания. То есть, грубо говоря, хороши те формы и практики получения и воспроизводства знания, которые демократичны. То есть, которые не затрудняют при общении, а наоборот облегчают. Мы с начала 19 века в системе образования обучаем людей производить знания, вместо того, чтобы заставлять их заучивать готовые знания, средневековая модель, ну и так далее. То есть, предполагается, что знание – это что-то, что является общественным достоянием в самых разных смыслах этого слова. Ну и, собственно, один из самых важных этих смыслов заключается в возможности знания служить пользе. Следующий очень важный момент – знание, сказал уже, принципиально коллективно. Коллективно и в смысле общественной доступности, коллективно и в смысле того, что ученые обязательно составляют сообщество. Они должны говорить на одном языке, понимать друг друга. Их результаты должны быть совместимы. Это, кстати, одна из вещей, которая на очень раннем этапе сразу отделит экспериментализм от магии. У них один корень, собственно, экспериментальные практики выросли из магических практик, в буквальном смысле слова. А водораздел самый ранний прошел именно здесь. Магическая практика субъективна, по сути. То есть, вообще-то говоря, маг не обязан дать возможность другому человеку получить тот же результат тем же способом. Маг, наоборот, гордится тем, что этот результат является только его. В отличие от этого, экспериментальный философ, как это тогда называлось, может сделать свидетелем любого, если это не так, это плохо. Если это знание, замкнутое на конкретного субъекта или группу субъектов, это плохо. Оно должно размыкаться. И поэтому очень важно, чтобы ученые формировали сообщество, говорили на одном языке, действовали по сходным методикам и так далее. Следующий момент. Наука нового времени срощена с системой образования. Это ситуация, которая требует обсуждения, потому что она меняется прямо сейчас. Но для, собственно, золотого века науки, это 19-й век, даже не 20-й. Для золотого века науки совершенно очевидным является то, что конечной целью образования является ученый. Вот это утопическое идеальное общество, повторяю, мы говорим о моральном регулятиве. Никто никогда не ставил задачу сделать из всех граждан страны ученых. Но моральный регулятив именно такой. Максимальным результатом получения образования является ученый. В этом смысле система образования готовит не ремесленников, не людей, которые займут конкретные места в связи с профессиями, а ученых, которые могут занять конкретные места в связи с профессиями. Идеальное общество – это общество ученых, республика ученых. То есть образование обслуживает науку институционально. А самый лучший человек, лучший не в смысле, что все должны кланяться, а в смысле так лучше всего человеку самому – это ученый. Если бы все были ученые, кстати, вспомните об этом, когда доберетесь до разного рода интересных проблем, в том числе моральной философии Канта, будете читать, например, с ИЗФ или с Этикой. Вспомните об этом. Там везде у авторов эпохи Просвещения и, соответственно, позже, у Маркса, кстати, тоже, как это ни странно, везде заложена идея, согласно которой ключ к счастью человечества лежит в образовании. Полностью образованный индивид, например, не может не быть моральным, просто потому что он понимает, что это глупо. Все глупости происходят от невежества, от нехватки образования. Если всех сделать учеными, то все проблемы общества решатся сами собой, потому что ученые видят решение, а решение это не удается осуществить в силу серости всех остальных. Они сопротивляются по глупости и по недостатку образования. Когда все будут абсолютно образованными, общество будет счастливым. В нем не будет ни социальных проблем, никаких вообще проблем не будет. Повторяю, это моральный регулятив, никто никогда не пытался это технически осуществить. Но очень важные социальные проекты нового времени базируются на этом допущении, на этой ценности, как на само собой разумеющемся. Примерно в первой половине 17 века родившаяся наука прошла несколько отделимых друг от друга этапов. Давайте тоже схему зафиксируем, тем более, что большую часть этой схемы мы с вами не пройдем. Наш основной предмет разговора будет как раз 16-17 век. Как минимум нам нужно отделить 17-е столетие и начало 18-го от эпохи Просвещения. То есть вот у нас есть ранняя история науки, 17-е, начало 18-го. Чем заканчивается этот ранний этап? Он, кстати, очень странный. Я вам кучу исторических анекдотов расскажу, когда будем его обсуждать. Он очень странный. А заканчивается он тем, что вот эта самая очень странная, полумагическая, экспериментальная форма знания, которую общество долгое время всерьез не воспринимало, победила и закрепилась в целом одной очень простой причины. Поскольку в эту форму знания изначально была инженерная составляющая заложена, рано или поздно, встав на ноги, эта форма знания должна была показать свою социальную полезность и мощь. Именно это и случилось. То есть сначала чудаки конструировали какие-то непонятные приборы непонятного назначения, а потом из этой практики вылилось конструирование очень понятных приборов очень понятного назначения. Например, двигатель внутреннего сгорания, паровой двигатель и так далее. То есть промышленная революция была бы невозможна без этой новой опытной экспериментальной науки. И когда эта связка сформировалась в начале 18 века, то неожиданно чудаки превратились в ученых в глазах общества. Что является историческим свидетельством этого результата? Появление Академии наук. Начало 18 века – это, соответственно, время стремительного образования научных институтов. Причем, что очень показательно, это были не клубы, в отличие, например, от Лондонского королевского общества. Первый научный институт из 17 века. Это был клуб, частный клуб. А вот Академия наук 18 века – это государственные учреждения. Вот здесь четко видно, что общество заинтересовано. Эти штуки создаются для социальной полезности в общественных интересах. Государство берет ученых на службу. Причем с очень высоким статусом, оплатой и полномочиями. Вот это вот итог первого этапа раннего. Дальше наступает второй этап – борьба за признание с архаичными конкурентами. Можно так это схематично обозначить. Потому что в фокусе нашего внимания, конечно, ученые, физики, прежде всего, для того времени. Ньютон, да. А внутри университетов-то все по-старому. И там особо никто не стремится отдать свои места в пользу естествоиспытателей. Поэтому 18 век – это во многом продолжающаяся борьба за социальное признание с ретроспективно очевидной победой опытной экспериментальной науки. У нее есть мощнейший аргумент в свою пользу – социальная полезность. Она инструмент, в отличие от языка знания, философии, истории, которые инструментами не являются. И инструмент последовательно и неуклонно вытесняет архаичные формы знания. С университетских кафедр и социальной жизни в целом. В этом смысле спора в дарвинизме – это, если угодно, последний этап этой истории. Окончательная победа. То, о чем я вам сейчас сказал – это в основном эпоха просвещения. Чем заканчивается, что является результатом? Смотрите, реформа университетов на рубеже 18-19 веков. В 19 веке появляется новый университет. Причем это не техническая реформа. Там сменили руководство, поменяли пару департаментов. Эта реформа концептуальная, всеобъемлющая. Возникает совершенно новое представление о задачах, структуре, статусе университета и так далее. Происходит это повсеместно. Затрагивает даже Великобританию, которая гораздо более консервативная. Реформа там по-другому шла. Но тем не менее. Волна реформ системы высшего образования начала 19 века четко показывает, что изменилось представление о задачах образования как раз в связи с новым представлением о знании. И окончательно закрепляется в университетах эта самая новая наука. Второй момент, связанный с первым. По результатам эпохи просвещения окончательно оформляется ценностная связка. Образование, знание, наука. Знание и образование превращаются в безусловную социальную ценность. Вот если придут инопланетяне и будут вас пытать, я уверен, большинство из вас с трудом будет подбирать объяснение того, зачем вы непременно должны получить образование. Причина здесь очень простая. Это вопрос, не требующий ответа. Но это как для средневекового человека вопрос, почему он в Бога верит. Как бы о чем можно по-другому, да? Ну, само собой разумеется. Образованный человек лучше необразованного. Так, вообще. Дальше детали. Выбор траектории, какой именно вуз и прочее. Но вопросов не вызывает. Образованный человек лучше необразованного. Даже дворник образованный лучше необразованного дворника. Вот эта штука, которая идет из эпохи просвещения. Это они первые в истории верили в то, что знание откроет все двери. Знание делает человека лучше. Ну, а приобретается через образование. Кстати, связка знания и образования тоже, в общем, тех времен. Потому что есть альтернативные взгляды на то, что такое образование и какие у него задачи. Вот эта познавательная задача и приобщение к науке, да, образование как форма приобщения к науке – это тоже эпоха просвещения. Значит, соответственно, в этом смысле 19 век уже растет на том, что образование, да, наука, знания есть в целом безусловно прогрессивное решение, которое в целом отвечает за успех дальнейшего социального развития. Ну, отсюда, кстати, вот эта вот дожившая до наших дней предрассудочная связка наука-прогресс. Опять же, к этому же времени, к началу 19 века окончательно формируется связка инженерия, наука, социальная сфера. То есть выстраивается вот эта вот стандартная практика взаимодействия ученых, инженеров-прикладников, производственников и так далее, да, и людей, которые помогают сделать результат коммерческим, условно менеджеров. Цикл внедрения уже даже в начале 19 века является достаточно коротким. От открытия магнитного эффекта токов до появления телеграфа проходит меньше 10 лет. Хотя открытие магнитного эффекта токов – это теоретическое открытие, сделанное физиком-теоретиком, да, за столом. А телеграф – это даже не изобретение, это столбы, провода и так далее. Это вещи. Так вот, от идеи до вещи расстояние в 10 лет, вы понимаете, это очень коротенькое расстояние. Даже по современным меркам это не очень много. А это уже, собственно, начало 19 века. Значит, опять же, в это же время наука окончательно становится коллективно институциализованной, то есть складывается система научных учреждений. Не случайно термин «ученый» появляется как раз в первой половине 19 века. Вот появление термина отдельного указывает на то, что есть отдельная социальная роль. Не намечается, да, не кто-то хочет, чтобы это получилось. Они есть. Причем их много. Значит, соответственно, по большому счету, вот та форма существования науки, которая складывается в начале 19 столетия, с некоторыми значимыми, но все-таки непринципиальными изменениями, продержится до второй половины 20 века. Соответственно, третий этап предположительно начинается в 70-е годы 20 века. Поскольку он не закончился, то здесь, соответственно, под большим знаком вопроса имеем в виду, что мы с вами живем в период очередной очень большой мутации системы знания и интеллектуальной культуры. Что получится, пока до конца непонятно. Поэтому давайте пометим этот период модным словом «технонаука», чтобы просто как-то зафиксировать специфику. И отметим, что, собственно, одно из самых заметных принципиальных изменений, которые связаны с последними 40-50 годами в развитии знания, это, собственно говоря, во-первых, разрушение универсальной ценности знания и образования. Образование возвращается, по сути дела, к средневековому идеалу. Мы постепенно возвращаемся к идее того, что образование – это обретение ремесленного навыка. Это не раскрытие человеческой природы, а это обучение конкретным навыкам с утилитарными целями. И второй момент, тоже бросающийся в глаза – это то, что технологии начинают перевешивать фундаментальную науку. Во всех смыслах. Они быстрее развиваются, в них больше инвестируют. Социальный статус выше у тех, кто технологическими областями занимается, а не фундаментальной наукой и так далее. Значит, теперь очень коротко последний на сегодня вопрос. Как обычно, может быть, на самое интересное времени немножко не хватает. Мы с вами вчернее ответили на вопрос «что?». Теперь неплохо бы ответить вчернее на вопрос «почему?». Мы с вами договорились только что о том, что наука – это историчный объект. В этом смысле мы сразу выносим за скобки попытки писать истории науки в духе истории знания как таковой. Тогда действительно получится, что история науки начинается в момент, когда пещерный человек сообразил что-нибудь наточить. Вот тут знание пошло развиваться. Если мы зафиксировали науку как некоторую конкретно историческую форму интеллектуальной культуры, с относительно четкими границами, спецификой и прочее, тогда возникает вопрос «почему она вообще появилась?». Если это не единственная форма существования знания, то вопрос «откуда она взялась?». Значит, есть несколько стандартных даже не ответов, а траектории ответа. Давайте мы их обозначим. Тем более, что так или иначе, весь семестр я вам какую-то версию историографии буду строить, поэтому развернутый вариант ответа постепенно появится. Пока давайте обозначим схемы. Одна из самых уважаемых исторических в нашей стране, из самых старых схем – это схема квазимарксистская, если хотите. Квази, потому что дело тут не в марксизме, а дело тут в понимании причин культурных изменений как причин с необходимостью социальных. Значит, соответственно, если мы ищем социальные основания у появления и победы, в конечном счете, науки как конкретно исторической формы знания, то, собственно говоря, все причины лежат в особенностях экономической и политической истории позднего Средневековья и Ренессанса. Что мы здесь с вами увидим? Ну, пока очень грубо, мы немножко об этом с вами поговорим еще. Пока очень грубо, я бы обратил внимание на следующее, что с конца Средневековья Западная Европа начинает последовательно и неуклонно богатеть, причем нарастающими темпами. Эта культура была нищей очень долго. Так вот сейчас, может быть, сложно поверить в то, что Западная Европа была абсолютно нищим регионом многие столетия, но это действительно было так. Если посмотрите на экономическую географию, то, в общем, в целом поймете, почему. Там ничего нет. Там ничего нет, и к концу Средневековья они испортили даже то, что у них было. Вот удивительным образом природоохранное законодательство в Западной Европе оно аж к позднему Средневековью восходит. Там ситуация была настолько скверная, с вырубкой лесов и так далее, что уже в конце Средневековья начали принимать законодательные меры к тому, чтобы ее как-то исправить. А кроме этих самых лесов там почти ничего больше не было. Полезных ископаемых почти нет, а золота нет, серебра мало, железа мало. В общем, чего ни посмотри, почти ничего нет. Урожайные почвы в основном на юге, на севере нет. Климатические условия не идеальны. На юге лучше, на севере хуже и так далее. А с конца Средневековья начинает ситуация меняться за счет грабежей. То есть начинается все с войн за святую землю, с крестовых походов. Дальше это все переходит в ранние формы колониализма и так далее. То есть Европа начинает постепенно расширяться за пределы Европы, и вот оттуда она много чего себе приносит. А учитывая, что процесс идет по нарастающей, то получается, что достаточно быстро начинает ощущаться непривычный излишек. Культура, которая долгое время была ригористской, бедной, очень сильно стесненной во всех смыслах опять же. За относительно короткий по историческим меркам период становится культурой вполне себе респектабельной, с наличием времени и возможностей для досуга и так далее. И с нарастающими возможностями и повышением материальных условий жизни. Соответственно, вот это изменение всегда так бывает. С одной стороны, стимулировало разного рода надстроечные интересы. То есть оно заставляет всегда людей выходить за рамки проблем повседневного жизнеобеспечения. Еще Аристотель говорил, что для философа нужен досуг. Когда появляется досуг, горизонты сознания начинают расширяться. Нет досуга, горизонты схлопываются. Аристотель отсюда делал вывод, что нам нужны рабы. Имейте в виду философы. Вам нужны рабы, иначе вы не сможете воспроизводиться как философы. Ну вот европейское средневековье немножко по-другому эту проблему решило, хотя в целом в духе Аристотеля. Плюс ко всему это расширение естественным образом ставило кучу задач познавательных. Надо было как-то там обустраиваться за пределами привычной европейской повседневности. Надо было как-то взаимодействовать с теми культурами, которые там располагались. Надо было что-то делать с вещами, которые оттуда поступали и прочее. Возникала куча достаточно сложных инженерных задач, они тоже накапливались. И в связи с этим достаточно быстро возникал спрос на условно образованных людей, как минимум умеющих писать, читать, считать. То есть способных ввести документацию, составлять описи и так далее. Вот это вот такой очень грубый, очень общего характера, фактор, который способствовал разрастанию интеллектуальной культуры в конце средневековья, в эпоху Венессанса. Соответственно, дальше под влиянием вот этих вот быстро накапливающихся имущественных, прежде всего, изменений и расширения мира, связанного с Европой, которое требует в том числе каких-то социальных реакций. Нам нужно этим всем управлять как-то. Возникает проблема распределения и прочее. Вот это все привело в итоге к очень мощным социальным кризисам. Социальные кризисы – это, во-первых, многочисленные религиозные конфликты, это реформация, контрреформация, религиозные войны, гражданские войны на религиозной почве. И второе – это хорошо вам известная тема бурджуазных революций, начиная с голландской, которую обычно никто не помнит, и далее, так сказать, английская революция середины XVII века, и множество последующих революций, которые нам чуть менее интересны, но которые, тем не менее, укладываются в тренд. Так вот, собственно, все вот эти вот процессы, которые я сейчас очень-очень грубо, очень в общем схематически намечаю, значит, они естественным образом, если мы придерживаемся квазимарксистского объяснения, естественным образом вызывают необходимость у общества как-то срочно реагировать на принципиально меняющийся мир. Мир меняется быстро, вполне себе материально, неумозрительно и абсолютно неотвратимо. Реакция должна в себя включать как управленческие решения, так и технологические решения. И в этом смысле, собственно, одна из первых позиций в непрекращающейся дискуссии о том, откуда, собственно, взялась наука, в точном смысле слова марксистская позиция, ее когда-то Борис Гессен высказал в 30-е годы XX века, что, по большому счету, собственно, Ньютон и все то, что мы привыкли называть научной революцией, это вот та самая социальная реакция на необходимость ускоренного технологического развития, то есть на, в целом, необходимость срочно как-то справиться с очень быстро разрастающимся миром. Да, вот эта растущая сложность требует нового знания, новых технологий, новых возможностей и прочее. Вот общество таким образом реагирует. Вынужденно отказывается от религиозно-консервативной позиции в пользу потенциально-технологической науки, потенциально-технологической формы знаний. Значит, наряду с вот таким вот квази-марктистским объяснением сохраняется, да, я вам его чуть подробнее, чем остальные рассказываю, просто потому что я похожей версии придерживаюсь и в целом в таком ключе буду вам все излагать. Сохраняется, во-первых, старый и совсем простой взгляд, который предполагает, что, ну, наука – это некоторый прогрессивный итог развития знания как такового. Это то, чем у вас учили в школе. Люди всегда как вид и персонально от рождения тянулись к знаниям. По мере накопления знаний они переходили ко все более качественным, правильным и так далее формам знания. Ну и, соответственно, опытная экспериментальная наука – это некоторый прогрессивный исторический итог. Самая лучшая форма знания. Такого типа позицию впервые артикулировал так внятный и последовательный Агюст Конт, уже упомянутый. Такого типа позиции будут придерживаться, ну, правда, не в столь вульгарной форме, по изысканнее и посложнее. Практически все представители позитивистского направления в истории философии и науки – это люди, которые очень много сделали для становления науковедения – и исторического, и методологического. То есть можно по-разному к ним относиться. Последние годы к ним принято относиться скептически, но это не отменяет того, что, по большому счету, дисциплину-то создали они. И в этом смысле убрать их из этой дисциплины совершенно невозможно. Так или иначе, это объяснение мы тоже должны иметь в виду. В каком-то смысле слова, собственно, в чем суть этого объяснения? В каком-то смысле слова появление науки исторически естественно. Она должна была появиться, потому что это хорошая форма знания. Это объяснение, которое не отвечает на вопрос, почему она появилась именно так и именно тогда. Но это объяснение, которое требует ее появления. В этом смысле это тоже объяснение. Дальше есть третий подход. Модный в конце XX века, но, как мне кажется, постепенно от него отказываются. Хотя есть уважаемые коллеги, которые по-другому это видят. Подход, который предполагает, что ответить на вопрос, почему, здесь просто невозможно. То есть есть культурно-исторические разрывы, есть разные формы интеллектуальной культуры, мы можем их описывать, но мы не можем объяснять переходы между ними. Строго говоря, переход предполагает, что мы имеем единую линию развития. А вот это как раз не очевидно, говорят сторонники разного рода моделей с разрывами. Ну а если у нас нет перехода, то тогда нет и ответа на вопрос, почему. Если каждая конкретно историческая форма интеллектуальной культуры самоценно, автономно замкнута на себя, тогда ответом в общем виде является просто указание на то, что, ну извините, это новая культура. Любая культура имеет там свою специфику, в том числе собственное представление о том, что такое знание. Спрашивать, почему оно такое, ну как бы там внутри культуры можно объяснение найти, но историческое объяснение, а почему вдруг это все возникло, нет, такого объяснения быть не может. Ну, по крайней мере, мы его не можем обнаружить. Значит, соответственно, как правило, кстати, вот такой подход дает очень красивые, детальные, структурные описания там внутреннего устройства знания. Но, как мне кажется, очень досадно запрещать себе собственно спрашивать про самое интересное, а именно про то, а собственно откуда бы это все могло появиться. Ну и наконец, последний вариант, да, последний вариант, на самом деле не собственный, но историографический, то есть в историографии он как-то не очень пока приживается, но, тем не менее, тоже может использоваться. Да, последний вариант предполагает, что вы строите объяснение из актуальных социальных практик. То есть, грубо говоря, для вас наука это некоторое сложное преломление системы правил социального взаимодействия, сложившейся в некоторый исторический период. В этом смысле вы не рассматриваете науку как автономный предмет в принципе, и вы считаете, что представление о знании и о правилах его получения и производства всегда является преломлением представлений о устройстве социального порядка, о власти, о правилах распределения в обществе и так далее. Ну, собственно, всегда является преломлением тех вопросов, на которых по преимуществу и сосредоточены социальные взаимодействия как таковы. То есть, если угодно, наука – это иноформа классических центральных проблем социальной жизни. Ну, власти, например, если фукианское решение брать конкретно. Значит, думаю, что на этом мы с вами остановимся, и в следующий раз попробуем посмотреть, а что, собственно, получается, когда мы от общей схемы переходим к контуру конкретной эпохи. Спасибо.